Это видео о том, как не нужно снимать на полигонной ролевой игре живого действия. К ролевой игре организаторы готовятся целый год и не запечатлеть это на видео я считаю это неправильно, поэтому операторы они обязательно нужны. Это даже полезно не с точки зрения истории и ностальгии, но и полезно игрокам и организаторам, которые могут увидеть свои ошибки и на следующую игру подготовиться лучше. Также новичкам очень сложно объяснить, как нужно играть, что это такое ролевая игра. А видео показал и он уже увидел отыгрыш и представление имеет, что это там да как. Профессиональные операторы обычно не готовы снимать ролевые игры живого действия. Потому что формат мероприятий совершенно другой. Операторы обычно снимают фильмы, клипы, свадьбы. Там можно по нескольку дублей снять и они точно знают, где сейчас будет находиться важное событие и его снимают. На ролевой игре никогда не угадаешь, где находится сейчас важное событие или отыгрыш. Лучше иметь, конечно, два оператора, чтобы с нескольких точек и в нескольких лагерях снимать сразу как можно больше событий. И самое важное, что должны понимать, что на игре игроки это самое главное. И очень важен именно комфорт игроков и удобство. И первое, это, конечно, оборудование, которое должно быть. Какой-то стабилизатор или статикам должен быть. Потому что бывают моменты, когда диалоги между игроками очень хорошие, но из-за трясущейся камеры уже кадра не возьмешь. Можно поинтересоваться, в чем вообще нас обвинили? Меня ни в чем не обвинили, меня просто взяли и позвали. Городных позвала. Вот здесь все прекрасно, хорошо видно героев, их костюмы, освещение, звук. Но палатки на заднем фоне портят всю композицию. Я хочу сказать, что нужно снимать только игровые здания, антураж и игроков. Потому что пожизневые палатки, быт, относящиеся к игре, какой-то мусор снимать не нужно. Альтерак просто участвует, просто молодец. Также, если стоит алкоголь на столах, говорить или мастерам, или игрокам, чтобы убрали, в открытую пить нельзя на игре. Если хотят выпить, пусть переливают в историческую кружку или идут в игровой кабак. Короче, в открытопиющих людей снимать не нужно. Самое главное, это комфорт для игроков. Если вы просите не снимать, лучше не снимать. Игрокам через стены ходить нельзя, но операторам и их помощникам можно. Так, как это сделал, например, Кэмелл. Вот иногда кадры неплохие, но камера почему-то никак не может поймать фокус. И вот эти вот машины на заднем фоне, конечно, недосмотр организаторов, но вы им тоже подсказываете, чтобы убрали. Либо снимайте так, чтобы этих пожизневых вещей и техники, и оборудования не было видно в кадре. Когда-то, когда было нашествие орков на всю землю, тогда я ищу глубинным поклонникам, и я помню, что можно... Можно... Извините, пожалуйста, не надо так близко снимать, вы нам мешаете. Не надо так близко снимать, вы нам мешаете. Он это просто не переделал. Уважаемый, вы слышите? Что? Не надо так близко снимать, вы нам мешаете. Выйдите, пожалуйста, можно снимать из-за стены, например. Почему? Вы мешаете, вы нам мешаете. Звук уже не идет. Вы нам мешаете. Ну ладно, давайте продолжим, ребята. Я ознакомился с записями в архиве. Да ты понял, да? Я ознакомился с записями в архиве. А вы можете вот туда вот, пожалуйста, встать и оттуда снимать? Вот, и там было сказано, что давным-давно... Здесь оператор героически записал хороший звук, идеологи там действительно неплохие. И здесь я на стороне оператора. Не забываю, что самое главное, это комфорт игроков. Поэтому все-таки в этой ситуации лучше оставить игроков в покое. Они прошлись огнем и мечом по всем нашим землям, в том числе по вашим. В общем, понятно, что я взял черновые материалы, не самые удачные. Но 95% кадров были отличные. И фильм получился очень хорошо. Для первого раза особенно. И операторы действительно молодцы. Но все эти ошибки, которые мы сегодня проговорили, нужно учесть в будущем.